Итак, добрый вечер. По крайней мере, у меня за окном точно уже он, и это моя вторая реакция. На этот раз я выбрал клип Ёлки. Вообще, я никогда не являлся её фанатом, не слушал полностью альбомов, но на днях я увидел на Ютубе заставку её нового клипа. И это для меня что-то совершенно было неожиданное, потому что Ёлка, что такое Ёлка? Это детство, да, в какой-то мере. Это создательница великолепных летних хитов. Это что-то крайне жизнерадостное, на самом деле большая редкость. И тут я узнаю, что режиссёром у меня нового клипа выступает Макс Шишкин, что это что-то нуарное, такое рёвновское. Макс Шишкин очень любит подобную эстетику. Мне кажется, тут будет крайне много неумеренного, в хорошем этого смысле, неестественного освещения. И поэтому давайте как-то взглянем. Сразу хотелось бы обратить внимание на крайне холодный, такой нетипичный саунд. Значит, догадки были верны. Клип я до этого не смотрел. Тут такой какой-то даже отказ от прошлого образа «Ты как мелодия лета», что-то такое ностальгическое. Опять же, как в форме воспоминания. И ещё хотелось бы отметить, как же круто Ёлка держится в кадре. У неё, конечно, огромный опыт за плечами, но, наверное, ещё и режиссёр с ней хорошо поработал. Странный рассвет Мы меняем друг друга на роскошь обет На длительность их поцелуев Тут один очень интересный момент. Во-первых, я рад, что наконец-то кадр постепенно начался. Я начал отъезжать в сторону, потому что в формате полуторачасового-двухчасового фильма такие выдержанные длинные планы выглядят уместно и привлекательно. Но клип, он сколько там идёт? Три с лишним минуты? Конечно, этого мало. Вот это «капаем-капаем» очень вкусно, очень красиво. А вот что я ещё хотел сказать. Это звучит не как стандартная какая-то любовная лирика, а скорее как обращение к аудитории. Вот оно, новое «я», и я надеюсь, тебе понравится это вполне естественно в этом. Нет ничего плохого. Интересно, что тут движение создаётся с помощью вот этих лёгких потряхиваний. И там были на другой стороне машины, на этой раме стекла, блики от фонарей. А ещё вот здесь можно заметить такое красное освещение. И оно не то чтобы, естественно, салонное, как я и говорил. Здесь много будет не то что омажек, каких-то повторений, приёмов виндинга рёфна. И в том числе вот этот кадр. Это очень круто, потому что вначале мы как бы были с ёлкой, потом мы переместились за заднее стекло автомобиля и звук приглушился. Дождь не напомнит о тебе, прости, но мне надо лететь. Кто-то рисует на небе такие цвета, как во сне. Вот это опять, опять возвращение назад. Рисует на небе такие цвета, как во сне. Снова разговор с человеком такой по душам, но тоже время немного отстранённый. Мне ещё нравится, что клип не стесняется откровенной студийности своей съёмки. Вот здесь вот это вот туманное напыление, тёмный фон. Ну это дико стильно. И такую ёлку бы ещё не видели. Мы меняли местами всё то, что искали. И что это дало? Так много, так мало. Ты был плавал и плавал между всех этих проек. Без ожиданий. Полюби. На самом деле, ожидания – это, наверное, больная тема каждого человека, который хоть что-то делает на показ. И ёлка не забыл об этом упомянуть, а ещё люди, бегущие назад, символизируют некую отвергнутость. Я думаю, она готова к тому, что не все примут такие радикальные изменения. Эти руки заново ты, словно песни магниты, как ты дождя. Это озеро мы копаем, копаем. Полюби. Эти руки заново ты, словно песни магниты, как ты дождя. Это озеро мы копаем, копаем. Полюби. Эти руки заново ты, словно песни магниты, как ты дождя. Это озеро мы копаем, копаем. Это вау. И ещё финальный кадр крупным планом с вот этим вот освещением, да, таким даже рембертонским немного. Это одновременный вот этот луч солнца старого реноме артистки и в то же время свет от фаросветителей автомобиля. Такое продолжение дороги. Это что-то очень необычное. Очень необычное. И я точно буду пересматривать этот клип. Ёлка действительно открылась заново. Возможно, не для всех, но для меня точно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...